Дорогие друзья, Добрый вечер всем! На этом празднике 250-летия, 250 лет назад, предки наши в сложных условиях внешних угроз сделали свой выбор и объявили о добровольном единении с Россией. В мировой истории немало фактов, когда небольшие по численности народы утрачивали свой язык, традиции, исчезли с карты Земли. Несмотря на колоссальное культурно-языковое магнообразие России, всегда поддерживались принципы сохранения национальной самобытности и свободы вероисповедания для всех народов. Для Ингушетии акт единения с Россией стал спасительным. Он вывел народ на более высокий уровень политической, социально-экономической и культурной жизни. Благодаря этому историческому событию Ингуши включились в одну из самых развитых мировых систем просвещения, культуры, здравоохранения и социальной защиты. Мы получили возможность сохранить и развивать свой язык. Лучшие традиции, заботиться о своей земле, уверенно планировать будущее. В республике строятся города и школы, больницы, детские сады и культурные центры. Есть свой университет. Практически все села, включая горные, газифицированные. У нас много планов и задач по качественному повышению уровня жизни нашего народа, наших жителей республики. В единении с Россией мы обрели многовековую общую судьбу. Вместе со всеми испытали тяготы войны. Но также и радости побед и успехов. Сообща с другими народами, ингуши сражались в русско-японской, русско-турецкой, в Первой и Второй мировых войнах. За проявленное мужество и героизм удостаивались высоких воинских званий и наград. Наши соотечественники были в числе тех, кто первыми встретил врага на границе Брестской крепости. Обороняли Одессу, Киев, стояли насмерть на всех фронтах от Балтийского до Черного моря. Участвовали в обороне Ленинграда, Москвы и Кавказа. В Сталинградской и Курских битвах штурмовали по следующим Берлин. Россия – это огромное сообщество народов. Враги понимают, что нас нельзя покорить, завоевать наши земли, но продолжают предпринимать попытки, придумывая новые методы, используя религию, внедряя национализм. Однако разрушить наше единство врагу не удавалось, не получится и сейчас, никогда впредь. Ингульский народ, как и века назад, верен своим обязательствам. Мы все знаем, президент Владимир Владимирович Путин предложил внести изменения в основной закон Российской Федерации. Результаты всенародного голосования подтвердили правильность такого решения. Эти поправки дают каждому жителю нашей Республики и России в целом уверенность в нашем будущем и будущее наших детей. Сегодня, в этот замечательный день, хочется еще раз выразить огромную признательность нашим предкам за их проницательность в выборе пути единения с Россией. Мы всегда будем вместе. У нас общее прошлое, в единстве наше будущее. Россия и Ингушетия неразрывны. Ура!